СПАСАЕМСЯ ОТ ЗАСУХИ Изменимый прибор для дома, мнение Евгения Гори, сотрудника компании по продаже климатического оборудования. Такой аппарат особенно необходим в отопительный сезон, поддерживает коллегу Алексей Малеров, представитель фирмы-производителя техники. Модный девайс, пустая трата денег, парирует техноблогер Павел Трухачев. А врач-реабилитолог Андрей Панов считает, что неправильно подобранный увлажнитель может быть даже опасен. Всем привет! Давайте разберемся, настолько ли необходимы увлажнители для дома. И если да, то какие? Это просто незаменимый прибор, потому что в сезон отопления воздух становится сухим, и, конечно, от этого страдает иммунитет и, в общем-то, слизистая. При этом современные увлажнители умеют не только поддерживать нужную влажность, они имеют много дополнительных функций, например, ароматизацию. Я также считаю, что увлажнитель должен быть в каждой семье, однако главным критерием при выборе увлажнителя должна быть его производительность, а именно сколько влаги в час он выделяет в воздух. Я считаю, что увлажнитель в воздух – это лишняя трата денежных средств, потому что если вовремя проветривать и также проводить каждый день влажную уборку, это, в принципе, может заменить увлажнитель. Я как раз считаю, что увлажнитель может быть не только полезен, но и опасен. Все зависит от того, как вы будете его использовать. Сегодня мы протестируем четыре прибора, оценим их дизайн и удобство, а также вместе со специалистами проведем несколько экспериментов и проверим, на что способна каждая модель. Но прежде вместе с врачом Андреем Пановым разберемся, почему важно следить за качеством воздуха. Какой в идеале должна быть влажность в жилом помещении? Оптимальным значением является от 40 до 60%. А что будет, если показатели отличаются? Если мы говорим о пониженной влажности, о сухом воздухе, то это может влиять в первую очередь на кожу, на наши слизистые, может появиться ощущение сухости во рту, в носоглотке. Все болезнетворные организмы, какие-то инфекции могут легче попадать к нам в легкие. Если мы говорим про повышенную влажность, то она является хорошей средой для развития бактерий, плесени, грибка. То есть все это также опасно для нашего организма. Поэтому очень важно соблюдать баланс. Чтобы определить уровень влажности в помещении, можно воспользоваться специальным прибором-гигрометром. В среднем он стоит от 500 до 3000 рублей. Кстати, если вы хотите сэкономить, скачивайте приложение «Москвы-24». Там собраны скидки на разные товары и услуги. Какими бывают увлажнители? Бывают три вида. Это традиционные, ультразвуковые и паровые. А чем они будут отличаться? Традиционный увлажнитель – это классический прибор, где воздух вместе с пылью, которая в нем содержится, поступает на испаритель. Это может быть губка или любой другой элемент, который смачивается водой. Из-за того, что он мокрый, к нему прилипает пыль и также смывается вода. Из преимуществ относительная простота в использовании, из недостатков – это то, что за ним надо ухаживать все-таки, да, эти диски надо мыть. Если губки, то их надо менять. И, конечно же, это относительно низкая производительность, потому что вода испаряется не за счет кипения, а за счет того, что на нее просто дует воздух, то есть естественным путем. Есть паровые увлажнители. Они действуют по принципу электрочайника. То есть в нем нагревательный элемент кипятит воду, и вода в виде пара выделяется в помещение. Основные преимущества – это очень большая производительность таких приборов, очень быстрое насыщение помещения влагой. Из недостатков можно выделить большое употребление электроэнергии и горячий пар. От него можно обжечься, а также может быть эффект сауны. Ультразвуковые увлажнители. Здесь встроенная мембрана, которая за счет микроколебаний создает воздушный поток, типа холодного тумана. В чем плюс данного увлажнителя, что он компактный, потребляет меньше электроэнергии. Минус в том, что в большинстве моделей периодически нужно следить за фильтрами и их менять. Такие модели, по мнению экспертов, считаются наиболее удобными и экономичными. Поэтому именно их мы сегодня и проверим в действии. Для начала вместе с Алексеем Малеровым, представителем компании по производству техники, разберемся, из каких частей состоит ультразвуковой увлажнитель. Классическое его устройство – это бак для воды, фильтр, который, как правило, устанавливается снизу баку. Камера парообразования. Уже внутри камеры можно увидеть ультразвуковую мембрану. Это его основной рабочий элемент. Благодаря нему, собственно, вода и испаряется. И, конечно, еще одним из элементов является распылитель. Это носик, откуда и уходит пар. Проверим, удобно ли пользоваться прибором Polaris и быстро ли он начнет работать. Засекаем время. Снимаем крышку, снимаем бак. Удобно, если он квадратной формы, потому что удобнее его будет перевернуть. Снять фильтр и дальше налить в него воды. Все. Собираем фильтр. Закрутили. Нажимаем кнопку включения и увлажнитель начинает работать. На то, чтобы Polaris заработал, у нас ушло 46 секунд. Насколько вообще было удобно пользоваться этим прибором? Это классическое устройство, поэтому для меня это максимально привычно. Я думаю, любой пользователь справится. Переходим к следующей модели. Аквакум. Тут, судя по всему, тоже классическая конструкция. Вот единственное, что хочу отметить сразу, что не так удобно наливать, потому что горлышко для залива узкое. Я сейчас попробую ничего не пролить. Да, но надо быть аккуратным. Все. Закрываем и включаем. Здесь кнопка снизу. Пар тоже пошел практически сразу, но для этого все-таки пару секунд мы подождали. И финальный результат минута 3 секунды. Из плюсов этого увлажнителя я бы выделил съемный распылитель, потому что это значительно повышает удобство при наливании воды. Можно просто перевернуть и бак устойчиво стоит. Ну а из минусов момент с кнопкой, то, что она располагается снизу, это просто не очень-то удобно. Дальше эксперт будет оценивать увлажнитель Xiaomi. Ну, для того, чтобы налить воду в этой модели, здесь ничего сложного делать не придется. Просто снимаем крышку, берем кувшин с водой и наливаем прямо сверху. Закрыли и нажали кнопку. Кул. Все. Вижу, все готово. Останавливаю время. 40 секунд. Из плюсов данного увлажнителя я хочу выделить простоту, но к минусам можно отнести эту конструкцию тоже, потому что если вы вдруг будете наливать воду низкую шину из-под крана, вам придется взять бак двумя руками и отнести его, что не так удобно, потому что ручки нет. И последний эксперт протестирует модель Китфорд. Снимаем крышку. Для того, чтобы было удобно наливать здесь, кстати говоря, тоже здесь ручка для переноски, как это было и в Polaris. Ну, это удобно, если вы несете, допустим, бак в ванную, чтобы налить воды там. Горловина здесь широкая, также наливать будет достаточно удобно. То есть это вообще классическое устройство вот такого ультразвукового увлажнителя. Закрываем и все. Устанавливаем его на место, закрываем крышку и включаем. Итак, общий результат минута 0,5. Достаточно долго ты справлялся с этим увлажнителем. Итак, быстрее всего эксперт подключил аппарат от компании Xiaomi. На это ему понадобилось 40 секунд. Немного дольше пришлось повозиться с увлажнителем Polaris. Результат 46 секунд. А вот сборка девайсов Акваком и Китфорд заняли чуть больше минуты. На что еще важно обратить внимание при покупке увлажнителя? На производительность, то есть каким количеством объема жидкости наполнится воздух. В среднем показатели минимальные 200 мл в час. Производительность средние 400 мл в час и максимальные 600 мл в час. При этом, конечно, стоит еще отталкиваться от помещения, в которое он будет поставлен. Потому что если помещение, допустим, меньше 20 квадратных метров, то большая производительность не нужна. И, к примеру, 200 мл в час будет более чем достаточно. А вот если помещение 40-50 и больше квадратных метров, то, конечно, надо обращать внимание на модели с характеристиками 500-600 мл в час. Я бы еще обратил внимание на объем бака. То есть сколько жидкости мы можем залить в прибор. Они бывают маленькие до 3 литров, средние от 3 до 5 и большие от 5 и больше. Чем больше объем бака, тем нам реже придется заливать в него воду. Также не забывайте обращать внимание и на уровень шума. В идеале он должен быть не более 20-25 дБ. Давайте оценим внешний вид и возможности приборов, которые перед вами. Что можете про них сказать? Дизайн близкий к хай-теку. Объем бака 5 литров. Производительность до 600 мл в час. Уровень шума 22-25 дБ в зависимости от режима. Данный прибор может обслужить квартиру-студию площадью до 50-60 квадратных метров. А как у вас? У нас тоже в стиле хай-тек выполнен увлажнитель. По его характеристикам это бак объемом 5 литров. Производительность у него будет 500 мл в час. То есть это примерно так же на студию 50-60 квадратных метров. Уровень шума у него будет от 20 до 25 дБ. Все зависит от того, какой вы выбрали режим. Но тут уже все индивидуально в зависимости от площади, куда он будет установлен. У меня прибор сделан в стиле Scandi дизайна, в принципе, который сейчас на данный момент популярен. Здесь даже сделаны ножки под дерево и верхушка тоже под дерево. Два носика. Производительность у данного прибора составляет 300 мл в час в функции холодного пара. Если же будет теплый пар, то тогда будет производительность 400 мл в час. Объем бака составляет 5,3 литра. Это рассчитано на площадь помещения около 30 квадратных метров. Уровень шума у данного прибора составляет на средних режимах 23 дБ. У меня прибор в стиле хай-тек, однотонный, глянцевый. Объем бака здесь 4,5 литра. Производительность до 300 мл в час. Уровень шума около 22 дБ. И он может увлажнить помещение размерами до 22 квадратных метров. Вместе с техноблогером Павлом Трухачевым проведем еще один эксперимент. Для этого нам понадобится зеркало. Поднесем аксессуар к увлажнителю и посмотрим, какого размера будут образовываться капли на поверхности. Первый увлажнитель Акваком. Давай. Включаю увлажнитель. Выбираю самый максимальный режим. Сколько нам нужно держать? Где-то секунд 30. В принципе, капли довольно-таки мелкие. Что это означает? Это означает, что мелкодисперсная капля как раз-таки в струе находится, следовательно, будет охватывать большую площадь помещения для увлажнения. И также мебель или там, например, поверхность, на котором будет стоять увлажнитель, будет не в жидкости. Меняем приборы. Проверим, какого размера будут капли у увлажнителя Xiaomi. Что скажешь? Также капли мелкодисперсные. Вот даже наглядно можно посмотреть. В принципе, если сравнить с предыдущей моделью, почти ничем не отличается. Потому что вот как мелкие капли после какого-то тумана есть, то у того увлажнителя, что у этого увлажнителя. Третьим проверяем аппарат Polaris. Насколько крупные капли, Паш? Я бы сказал, что здесь капли вообще очень мелкие. Если сравнивать с предыдущими вариантами, мельче? Да. Здесь реально даже меньше капли сами по себе. То есть пока что это самый лучший вариант? Пока что да. И последний включаем модель Kitford. Я бы сказал, что здесь результат почти такой же, как у Polaris, но из-за того, что здесь, видимо, второй носик, все равно есть еще крупные капли. Итак, чем мельче капли, тем больше объем воздуха увлажнит прибор, не намочив при этом окружающие предметы. Самые мелкие капли на зеркале образовались после устройства от фирмы Polaris. У Аквакома Xiaomi они чуть крупнее. А самые большие частички воды появились после использования увлажнителя Kitford. А какие дополнительные функции могут быть у увлажнителей? На мой взгляд, самой важной функцией является наличие гигрометра. Он определяет влажность. И когда влажность доходит до необходимого уровня, аппарат отключается. Еще одной классной функцией, которую я бы хотел выделить, это является ионизация. Довольно полезная штука, как по мне, потому что она позволяет связывать мелкие частицы пыли и аллергенов, которые витают в воздухе, тем самым сокращая количество пыли и, соответственно, вред организму. А что еще может быть? Есть еще приятная функция ароматизации. Считается, что приятные запахи могут успокаивать людей. Также в некоторые увлажнители может быть встроена ультрафиолетовая лампа, которая обеззараживает воду и воздух. Переходим к очередному эксперименту. У каждого из увлажнителей и есть дополнительная функция – гигрометр. Проверим, насколько точно он работает. Сделаем замеры до включения аппаратов и сразу после. Сейчас на данный момент Xiaomi показывает встроенный гигрометр 61%. Если возьмем отдельный гигрометр, то здесь показатель 56%. Сейчас включим и засечем время и посмотрим, насколько изменится влажность. Ты готов? Да, готов. Тогда запускаю таймер. К данному увлажнителе гигрометр встроен в сам корпус. Из-за этого показатели будут расходиться со внешней средой. Давай замерим уровень влажности сейчас. Уровень влажности в встроенном приложении показатель 54%. Если же взять гигрометр, то гигрометр показывает 68%. Следующим проверяем увлажнитель Китфорд. Влажность воздуха до здесь составляет 59%. На внешнем гигрометре влажность 60%. Ну что, тогда я включаю таймер. А я включаю увлажнитель. В чем плюс этого увлажнителя? Здесь гигрометр уже не встроенный, как в большинстве увлажнителей, а уже выносной. То есть он показывает как раз таки влажность окружающей среды. Паш, какие показатели? На внешнем гигрометре 60%, а на самом корпусе, сейчас посмотрю, здесь 63%. Проведем тот же самый эксперимент с увлажнителем Polaris. Пока увлажнитель воздуха не работает. На внешнем гигрометре влажность 60%. Сейчас посмотрю в приложении. В приложении 58%. Включаю таймер, а ты включаю увлажнитель. Паш, а как здесь устроен гигрометр? Гигрометр здесь внешний, так же, как у предыдущей модели. Закреплен уже на кабеле. В принципе, тот тоже гигрометр можно закрепить, просто единственный производитель оставил возможность установить уже самостоятельный пульс. Что же там по результатам? На внешнем гигрометре влажность составляет 60%. В приложении также 60%. Проверим показатели увлажнителя Акваком. Показатели на внешнем гигрометре 52%, на увлажнителе воздуха 46%. Хорошо, тогда я снова запускаю таймер. Паша, включай. А как здесь устроен гигрометр? У данного воздуховлажнителя гигрометр встроенный. Здесь также есть вынесенный датчик температуры, который закреплен на самом кабеле. Ну что, Паш, какие результаты? Влажность на внешнем гигрометре составляет 59%, на самом увлажнителе 52%. Примерно одинаковую точность показали гигрометры в увлажнителях Polaris и Kitford. По словам эксперта, связано это с тем, что датчик у этих приборов находился снаружи. А вот у Xiaomi и Акваком он встроен внутрь корпуса. Поэтому данные расходятся. Давайте разберемся, как же правильно ухаживать за увлажнителями. В первую очередь необходимо регулярно менять воду в аппарате. Не давать ей застаиваться, иначе будет размножение микроорганизмов. Они попадают в воздух, а затем и в легкие. Также не рекомендуется использовать жесткую и грязную воду. Из-за этой воды может быстро изнашиваться фильтр увлажнителя. Ну и также, если он быстрее износится, то тогда будет оставаться белесый налет на мебели. Лучше использовать воду либо из-под фильтра, либо дистиллированную. Если вы не планируете пользоваться прибором в ближайшее время, обязательно слейте воду, промойте его, просушите. И после очистки дайте увлажнителю просохнуть. Еще одной немаловажной рекомендацией будет проведение очистки и дезинфекции при помощи, к примеру, хлоргексидина, либо перекиси водорода. Речь идет о мембране и всем пространстве, где происходит испарение воды. Проведем еще один эксперимент. Поставим каждый увлажнитель в прозрачный контейнер, засечем 3 минуты и посмотрим, сколько воды образуется там. Первый увлажнитель у нас Китфорд. Сейчас мы его включаем на максимальную мощность и накрываем крышкой. Пар пошел, засекаем. А на что влияет количество выделяемой влаги? Количество выделяемой влаги показывает производительность увлажнителя. То есть мы можем посмотреть, грубо говоря, какой он мощности, в какое помещение он сможет увлажнить. Прошло 3 минуты, можно открывать контейнер. На ощупь влажная конденсация на пальцах. Максимальное количество влаги образовалось в сторону направленных носиков увлажнителя. На самом увлажнителе тоже выпало некое количество конденсата. Суммарно по объему похоже где-то на 3-3,5 миллилитра. Переходим к следующему увлажнителю Xiaomi. Пар идет, теперь накрываем крышкой. Засекла? Мне кажется, пар не так активно заполняет пространство. Капли образовались довольно-таки большие. Можно открывать крышку и смотреть результат. Что скажешь? Луж на приборе не обнаружено, только легкое запотевание. А вот все, что сконденсировалось на крышке, немного меньше. Тут миллилитра, наверное, полтора от силы. Проверим, какой конденсат образуется от прибора Polaris. Включаем. Можно закрывать. Время пошло. Как думаешь, какой результат будет у него? Думаю, результат будет ближе к Xiaomi, потому что до сих пор никакого капли образования на крышке пока не происходит. И образование тумана не такое интенсивное. Время закончилось. Давай откроем, посмотрим, что же происходит в контейнере. Сам прибор покрыт влагой. На самой крышке конденсация, она незначительная. Но прибор создал очень густой туман. В принципе, по производительности очень трудно сказать, но миллилитра два, наверное, точно он сегодня сделал. Последним в контейнер ставим увлажнитель AquaCom. Включай и закрывай контейнер. Процесс пошел. Ну что, как дела? Образование капель очень интенсивное. Это, конечно, благодаря тому еще, что сам прибор выше всех. Вот, его сопло прям почти соприкасается с крышкой. Время остановило, пора открывать крышку. Стенки влажные, крышка прибора влажная. На крышке прибора образовалось очень много капель. Также капли видно на крышке контейнера. И на дне контейнера образовалась большая такая лужица, по ощущениям миллилитров 5-6. Больше всего жидкости в контейнере образовалось после использования увлажнителя AquaCom. Чуть меньше у аппарата Китфорд. И самые низкие показатели у Polaris и Xiaomi. Подведем итог. Вот, что нужно учитывать при выборе увлажнителя воздуха. Существует три вида девайсов. Традиционные затягивают в себя воздух и прогоняют его через испаритель, смоченный водой. Такие приборы просты в использовании, но увлажняют они медленнее остальных. Второй вид – паровые. Работают по принципу электрочайника. То есть увлажнение происходит за счет горячего воздуха, который, правда, может создавать эффект сауны. Из преимуществ они быстро насыщают помещение влагой. И третьи – ультразвуковые. Воздушный поток создается благодаря мембране. Такие модели потребляют мало энергии, но при этом нуждаются в особом уходе. На что еще нужно обратить внимание? На производительность прибора. То есть если помещение до 20 квадратных метров, то оптимальным будет 200 мл в час. Для больших помещений подойдет производительность 500-600 мл в час. Также важно уделить внимание уровню шума, потому что зимой увлажнитель будет работать часами. И тут это действительно важно. Оптимальный уровень будет в диапазоне от 20 до 25 дБ. Обратите внимание на объем бака. Маленький до 3 литров придется очень часто заправлять. Средний от 3 до 5 оптимальный, а 5 литров и больше, вам просто придется к прибору подходить гораздо реже. Лучше выбирать прибор со встроенным гигрометром. Это гарантирует то, что при достижении определенной влажности в помещении увлажнитель отключится или войдет в режим ожидания. Итак, как мы выяснили, выбрать подходящий увлажнитель воздуха не так уж просто. Важно учитывать объем помещения, а также качество воздуха и воды. Это было шоу ГОСТ. До встречи!